Продолжение следует... Будем общаться. Привет, кто входит в эфир. Вот я вижу, появились первые ласточки. Сейчас поговорим об актуальности этой темы. Потому что... Ну, все считают, что ММА очень самотравмоопасный вид спорта. Ну, действительно, часто, когда смотришь соревнования профессионалов, именно прежде всего профессионалов, иногда они бывают, ну, реально кровавые. Да? Реально кровавые. Ну, вот знаете что? Что касается отдаленных последствий, то травматизм в ММА, серьезный травматизм, напряженный с опасностью для жизни, меньше, чем в том же самом боксе, например, да? Где перчатки. Потому что аккумуляция удара там, то есть удары не рассеиваются в тканях, а проходят довольно глубоко из-за как раз амортизационной перчаток. Как это ни странно. И вот такие мягкие перчатки на самом деле способствуют аккумуляции ударов в головном мозге. Это прежде всего, что касается травм головы. Здесь же очень большое количество ударов идет в мягкие ткани головы и поглощается там. К тому же бойцы ММА с относительной опаской, особенно после собственных травм кисти, бьют со всей силы безбашенно. Потому что они и пальцы выбивают, и руки себе ломают, и, конечно, работают они немножко по-другому, потому что у них нет ни тейпов, ничего. Но здесь дело... Но поговорить я не об этом хотел. Я хотел поговорить о том, что травматизм в ММА есть в основном двух видов, даже трех. Первый вид это аутотравматизм. Это очень частая вещь. То есть человек может вообще не выступать на соревнованиях и даже не участвовать в спаррингах и получать себе эту кучу травм. Сопряжено это прежде всего с тем, что он совершает какие-то действия, которые его же самого и разрушают. То есть он получает растяжение, вывихи, как-то неудачно падает, поскальзывается, вывихивает лодыжку там себе или что-то еще. То есть это аутотравматизм. Либо начинает работать по снаряду неправильно, в итоге вывихивает себе кисть, выбивает пальцы. Это вот аутотравматизм. То есть это те травмы, которые человек сам причиняет себе сам. Второе это травматизм. Вот, кстати, этот травматизм можно полностью предотвратить, практически. Это вот что касается аутотравматизма. Как это отдельная тема, я об этом рассказывал уже, не буду все это повторять. Здесь есть специальные разминки, заминки, специальные профилактические манипуляции и темы, которые позволяют снизить в разы количество подобных. Это отдельная тема. Второе это когда вы не можете ничего предотвратить, связанное, ну в какой-то мере только. Связано это с тем, что травмирует вас оппонент. То есть это для тех, кто участвует в спаррингах, выступает на соревнованиях. Вот тут, привет, значит, вот тут вот может быть такая тема, что вы можете того не хотеть, не знать, быть готовым и получить, тем не менее, травму. Это когда попали по голове, получили черепно-мозговую какую-нибудь травму закрытую. Вот, ну сотрясение мозга. Там ушиб внутренних органов, при этом удар по внутренним органам, по печени, там по желудку в том числе. Какие-то гематомы, крупные ссадьбы, удары по ногам, переломы костей, там все вот это вот может быть. Это растяжение связок и суставов на болевой, если взяли. Отделенные последствия от различного рода там удушений и гипоксии. Вот это все еще может быть. Вот, это как бы другая тема. И третья тема, да, вот, это специфическое спортивное, специфические спортивные заболевания. Это вообще хреновая штука, то есть каждый вид спорта, он способствует развитию какого-то динамического стереотипа, который не всегда, самая-таки, хорош. Если постоянно что-то работает с перенапряжением и не компенсируется другими какими-то моментами, то там возникает со временем там износ, усталостные переломы, усталостные травмы, привычные вывихи и так далее. Вот. Ну и сегодня я хотел поговорить о второй теме. Вторая тема, это как раз травмы, которые получают люди на соревнованиях. Знаете, пока ММА был видом спорта, который был профессиональным. И в основном это было в рамк шоу, где люди выступали из разных видов, просто это по одному типу правил. Это называлось смешанные с единоборством. Сейчас ММА – это самостоятельный, полностью сформировавшийся вид спорта. То есть люди уже начинают заниматься ММА прямо непосредственно, сразу вот ММА. То есть не из бокса приходит, не откуда-то там, да, потому что уже база сформирована, начинают заниматься ММА сразу. И, соответственно, раз такое есть, то он омолаживается и вызывает масса детских секций. То есть дети занимаются с самого начала ММА. А раз дети занимаются, они должны разряды получать, это спорт, значит, они выступают на соревнованиях. А раз они выступают на соревнованиях, то, возможно, что с травматизмом. Совершенно верно. И вот народ, функционеры ММА сейчас в Союзе ММА России все заботились. Потому что на профессиональных шоу там все понятно. Там было все сформировано, позаимствовано из других видов. Когда идет шоу, там есть доктор, там все понятно. А вот здесь надо, как говорится, поставить на промышленную, значит, основу. Да, эти шоу там буквально там сколько там. Несколько, ну их было мало, условно, профессиональных высокого ранга. А когда их стало много, то врачебного корпуса, который, ну, там, служивает данные виды, диапазон боев, а практически нет. А я поясню, почему эта тема не работает. С докторами, которых обычно привлекают в это направление. То есть тех, которые там, в самом деле, дежурят, это врачи со скорой помощи или какие-то привлеченные специалисты. Поймите, очень важный момент. Если доктор не в теме, то есть он сам не является бойцом или хотя бы не является фанатом, ему это не так интересно все, он не будет на ринг, там, пялиться, например, целый день, пока идут отборочные. Это, может быть, они там идти могут 8 часов. Он обслуживает один ринг, один врач. Он 8 часов, рабочий день, должен без устали пялиться в ринг, как идут с боями. А почему? Потому что не может быть такой ситуации, не должно, вернее, быть такой ситуации, что там кто-то, там, на ринге потерял, там, и сознание, а доктор не увидел, как. Правильно же, он там, в общем, с кем-то болтал, тыкался в телефоне, в гаджетах каких-то, в интернете, в соцсетях. А потом он говорит, ой, слушай, там на ринге случилось, давай, беги. Он приходит туда и видит, там человек лежит, просто лежит и все. И он начинает что делать? Вопросы задавать. А что случилось? Вот он, вечно, без сознания. И ему нужно выяснить у людей, которые были рядом, у рефери, у кого-то еще, как он потерял сознание. Ударили ли это его по голове? Или ударили ли его по шее? Задушили ли его? Или он от боли потерял сознание? И если он не видел, как это все произошло, он не может начать оказывать правильно помощь. А иногда это настолько важно, сразу начать действовать правильно, или даже наоборот, не действовать, а бездействовать, но тоже правильно. Чтобы не причинить ее над ущерба пациенту. Что, собственно говоря, и самоприсутствие такого доктора становится абсолютно бесполезным. Это можно просто на носилке любого забрасывать и везти скорой помощи в какую-то больницу. Врач, получается, не должен. А так быть не должно. Первичную помощь и какие-то первичные действия должен врач уметь оказать на месте. Поэтому должен быть специалист, который в теме. Который будет видеть механизм, как это все произошло, механизм травмы, и его понимать. Поэтому самые лучшие специалисты в такой теме, это те доктора, которые еще и сами занимаются этим всем. Ну и, разумеется, еще понимают характер травмы, также политравмы, ну, различных видов повреждений, связанных с ударами, падением с высоты и так далее. Вот таких специалистов на самом деле немного. И Союз ММА сейчас очень грамотно с подачей. А ей в том числе, я сам надеюсь, значит, ну, как озаботился такой темой, что обслуживать соревнования должны врачи, которые формируют вот этот врачебный корпус. Вот из таких вот специалистов, которые будут внимательно следить за тем, что происходит в ринге или в кое. Ну, в ветке. И первый опыт, вот первая практика будет происходить буквально вот сейчас. Сейчас идет речь о том, что на днях буквально я вылетаю в Краснодар на соревнования. Там, если я ничего не путаю, там будет первенство происходить в России. Одновременно в Астане будет чемпионат мира. В основном, конечно, все поедут сами туда. Но там, по чемпионату мира, там есть кому, скажем так, обслуживайте по обычной схеме. А вот первенство, очень ответственная тема, это люди молодые, горячие, у которых впереди вся жизнь, и не факт, что они станут профессионалами. И травмы нафиг не нужны, или если они и есть, то последствия травм не нужны. И поэтому с подачи вот обсудили это все с Геннадьим Павловичем Капшаем, потом это все было вынесено на обсуждение главным функционерам Союза ММЭ. И вот сейчас меня приглашают на такие соревнования. Буквально на днях я вылетаю туда, посмотрим, как это все происходить будет. Практически будет сейчас формироваться в режиме реального времени новая служба, можно сказать, в Союзе, значит, ММЭ. Будет формироваться, так называемый, правильный, что ли, медицинский корпус. Это будут штатные врачи в Союзе. Ну, как штатные? Они, конечно, привлеченные, безусловно, ну, как и судьи, рефери, да. Это не те люди, которые вообще на постоянной работе, ну, есть и те, которые постоянно ездят. Ну, это просто люди сертифицированные или сопривлеченные к данному виду деятельности. Ну, те, которые должны быть, что называется, на месте, на своем. Вот. Будет интересно. Я хочу вас держать в курсе дел, как это все происходить будет. Очень я надеюсь, что там интернет нормальный будет. И по этому поводу можно будет прямо в прямом эфире делать видео, значит, отчетики, как это все происходило. Потому что это бесценный, можно сказать, опыт будет. Вот. Который, кстати, может быть, потом будет и перенят и в других боевых видах спорта, на самом деле. Хотя, если честно сказать, вот мой опыт в карате, многие долгие годы, говорит о том, что на соревнованиях по карате очень часто, хотя это само по себе так просто получается, отсутствуют врачи, которые в теме. Они даже и судьями могут быть. Потому что вот я, например, сам врач. У меня много коллег в Фудакане, сам среди высоких данных, которые являются самими тренерами и привозят детей на соревнования, они являются сами судьями, они тоже, понимаете. И там вот это все работает. А вот в ММА, к сожалению, такого увидеть можно редко. Там у тренеров, как правило, нет образования медицинского. Потому что вид спорта молодой. И в основном тренера там это привлеченные специалисты, которые это бывшие бойцы, очень часто. Или привлеченные специалисты из других видов спорта, но тоже это, как правило, бойцы. А не какие-то, потому что все тренера, которые были реально в каких-то видах, в боксе, в боби, они в основном там и тренируют. Если привлекают их, то только для тренировки конкретных аспектов. А таких вот прям плотных тренеров ММА, которые с самого начала были выращены по тем, их пока еще, в общем-то, нет. Те, которые, предположим, с самого начала занимались только ММА, стали тренерами по ММА. И уже имеют опыт, предположим, пару десятков лет, как тренера на ММА. И чтобы среди них были врачи еще. Вот этого, в принципе, этого нет. То есть пока. Или если есть, то очень мало. Вот я, наверное, являюсь исключением одним из таких правил. То есть из немногих таких, кого можно было бы привлечь к этой теме. Поэтому, конечно, быть у истоков этого всего. Я очень рад, что мои выступления на круглом столе Союза, в ММА России, не прошли даром. Переговоры после семинара Геннадия Павловича Капшаева Ивановна. Мы долго беседовали, я озвучил эту тему. По крайней мере, вот то, что касается соревнований, значит, озаботились. Если все будет получаться хорошо, следующим шагом, ну, это я уже вперед забегаю, но это было бы совсем правильно. Это предотвращение аутотравматизма. То есть предотвращение травматизма на тренировках. Прежде всего, травматизма опорно-двигательной системы. Вот. Ну и в том числе и аутотравматизм о соревнованиях, когда... Человек бьет кулаком с практически незащищенным в перчатке вот этой вот тоненькой, в ММА, да. И разбивает себе руку об локоть колено противника, об канвас там вывихивает кисти. Вот это тоже все можно предотвратить, если правильно готовить кисть. Ну вот, собственно говоря, если вам интересно, буду рад, если вы чертнете что-то, поэтому зададите вопросы. Обсудим. Обсудим. Ну что, друзья, жду ваших каких-то комментариев по этому поводу. Буквально пару слов, пару строк. Если останется потом под видео какие-то вопросы, я постараюсь на них ответить. Если видео не там уплывет, сидит страница вниз, и я там успею заметить все это дело. Будет классно. А так готов сейчас ответить на эти вопросы на все. Ну фига себе носится. Как вы считаете, в ММА больше травм, чем в других боевых видах спорта? Ну вот, интересно. Потому что такие соцопросы периодически кто-то проводит, но они такие, выборка, конечно, маленькая. Ну у нас большой не получится с вами по-любому, даже если вы сейчас ответите. Но интересно, что вы считаете по этому поводу. Вот каково ваше представление? В ММА травм больше, чем в остальных видах спорта? Если вот еще провести так, ну дальше посмотреть, то каких в ММА больше всего травм? Из тех, что я перечислил. Ауто травм, то есть которые спортсмен причиняет себе сам. Травм, которые причиняют другие бойцы и спарринг-партнеры. И третий вариант, это специфические профессиональные заболевания, отдаленные. Это различные, как-то короченные, многосложненные течения остеохондроза. Тех отделов позвоночника, которые неправильно нагружаются из-за, предположим, постоянной левосторонней стойки. Или большой нагрузки в поясничном отделе при применении определенной техники какой-то. Либо что-то еще. Что вы по этому поводу думаете? Каких больше всего? И больше ли их, чем в других видах спорта? Давайте обязательно в комментариях напишите ответ на этот вопрос. Интересно будет обсудить. И понять, каково вообще это представление. Ну ладно. Все, это закрываю. Хочу музыку послушать, пока еду за рулем. Или может аудиокнижку поставлю. Все. Был рад увидеться. Салют. До встречи. Пока.